Здравствуйте! В прошлом видео мы с вами разговаривали о том, как не ошибиться при добавлении чужих роликов, как не нарушить авторские права. Теперь давайте поговорим о авторских правах на сами произведения и на само использование уроков от обучения. Можно ли продавать картины, написанные в ходе урока, и можно ли это выставлять, эти картины. Я углубилась в этот процесс и понимаю, что грань такая очень тонкая, нарушений всех вот этих дел. Поэтому давайте почитаем, что об этом говорят компетентные люди. Авторское право, вы мне задали вопрос недавно, значит, есть ли авторские права у меня на мои произведения, на мои ролики, на мои картины. Посмотрите, что здесь сказано. Авторское право возникает с момента появления оригинального произведения. При этом не важно, было оно обнародовано или нет. То есть все мои ролики, все мои картины имеют авторское право. Обычно защите не подлежат факты или идеи, не выраженные в материальной форме. То есть мы не можем пользоваться тем, что материально. А то, что нематериально, мы можем пользоваться. Помните, что авторское право не распространяется на идеи, концепции, принципы, методы. Я могу сюда дописать, как бы досказать, рисование, методы. Процессы, системы, способы решения технических, организационных и линиевых задач. Открытие, факты, языки программирования. То есть мы не можем... Ну, дальше почитаем. Автором произведения считается лицо, указанное на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано иное. Для возникновения осуществления и защиты авторских прав не требуется обязательной регистрации продукта или соблюдения каких-либо других формальностей. То есть вы автоматически будете автором, и на вас будут распространяться авторские права, если вы нарисуете свою картину. И также, если вы выпустите свой ролик. Но в случае возникновения способов об авторстве, необходимо будет наглядно доказать, что автором являетесь вы. Что можно делать без разрешения правообладателя? Смотрите, тут даже можете, имеете право процент с последующей продажи своей картины иметь. То есть картину, если будут перепродавать, то вы всегда будете получать деньги. Ну, если вы договоритесь, наверное. Вот смотрите, произведение разрешается использовать в информационных, научных, учебных или культурных целях. То есть мы используем другой интеллектуальный труд в учебных, ну, как бы видеообучающий, в учебных целях, но с обязательным указанием имени автора или источника взаимствования. То есть если вы говорите, что вы научились у какого-то автора этой методики, и сейчас будете ее применять в своих картинах, это нормально. Видите? Использовать без нарушения авторских прав можно только после того, как умер художник, через 70 лет его произведение. Поэтому мы произведения старых художников можем перерисовывать, сколько хотим. Если со дня смерти уже 70 лет было. Можно воспроизводить произведение, но только в личных, некоммерческих целях. То есть можно, например, копировать картину другого художника в целях обучения. Ну, для себя любимого. Сидеть, обучаться. И также видео другие просматривать, обучаться. Но эту копию нельзя продавать, демонстрировать на выставках и общественных местах. Но дело в том, что вот это спорный вопрос. Потому что вы копию не чужого урока будете продавать, а копию своего занятия. То, о чём я вам в предыдущем уроке говорила. Нельзя копировать чужие уроки и ставить себе на канал. Но можно сделать своё занятие и свои выставлять уроки. Значит, если я буду обучаться через интернет выставлять уроки, как я занимаюсь по урокам других авторов, я это могу делать. Но, чтобы не быть здесь, как бы... Вором называется, да? Я должна на своём канале выставлять картины свои, уроки свои, но методику, то, что нельзя ощутить, в общем, то, что нематериально. Всё, что материально, нельзя. Всё, что нематериально, можно. Значит, знания, которые я получу в ходе чьего-то урока, я сделаю по этому знанию свою картину, свои фотографии, и буду это выставлять, и это не будет считаться плохо. Понимаете? Значит, мы не должны выставлять ни картины, ни уроки занятий по чужим урокам. Это всё должно быть только для личных целей. Вот какой вывод сделала я. Свои я почистила тоже свой канал, потому что кое-где я указывала автора. Здесь можно указывать автора. Я рисовала, конечно, свои картины, вы сами видели, не авторские, но и этого делать не стоит. Поэтому следующие мои занятия будут уже мои личные и по моим личным фотографиям. А то, что я буду интеллектуально, мой труд приобретённый с моей головы, я могу рисовать в любой методике. И так вот, читая эту статью, я прихожу к такому выводу, что, занимаясь по чужому уроку, мы не можем об этом говорить и давать, например, ссылки на этот урок без разрешения авторов урока. Мы не можем снимать видео занятий по их урокам. И не можем использовать картины, которые у нас получились при занятиях на этом уроке. Мы их не должны выставлять и из-за этого зарабатывать деньги. Мы можем эти картины использовать только в личных целях. Вы можете повесить их себе на стену или подарить своим близким или родственникам. Или отдать благотворительность, подарить другим людям. То есть вы на этом не заработаете. А если вы хотите применять знания, полученные от этих просмотренных уроков, то это вам никто не может запретить. Потому что ни методы рисования, ни процессы, ни системы, ни способы рисования, ни принципы, ни капсенсы, ни идеи сами. На это все не распространяется. Только на то, что имеет материальную под собой базу. То есть то, что можно пощупать. Ни чужие видео, ни чужие картины. Поэтому я убрала часть своих видео, где я показывала картину другого автора. Я просто буду теперь использовать не чужие картины, а, например, фотографии. И рисовать я буду знаниями теми, которые я приобрела на уроках на чужих, на картинах на чужих. Мне это никто не запретит. Но они будут именно мои авторские. Так и вы, занимаясь по уроку. Ну, вот вы знаете, я вам разрешаю, например, если вы занимаетесь по моим урокам, говорить о том, что вы занимаетесь по моим урокам, снимать эти видео свои и выставлять свои картины, которые у вас получились от моих уроков, выставлять их на продажу на свою, выставлять их на выставке. Я вам разрешаю. Естественно, вы не должны делать, подделывать мои подписи и не должны скачивать и использовать мои видео. Вы должны снимать все свое и рисовать свои картины. Вот такое интересное видео. И очень вам большое спасибо, что вы мне дали момент об этом подумать и позаниматься, потому что это очень большое дело сделать такие выводы. Ну, ничего страшного. Знания, они не облагаются авторскими правами. То есть это не материальная вещь. Знания, которые вы получили, рассматривая другие картины, учащаясь на других картинах, вы просто не будете об этом говорить, а будете говорить о тех знаниях, которые у вас в голове. Жду ваших комментариев, жду ваших вопросов. Они меня наталкивают на такую, знаете, поисковую такую деятельность. Очень, конечно, жаль, что не разрешается. Но, возможно, все авторы бы разрешили выставлять ваши картины, написанные по ихним урокам. Ну, это нужно этим заниматься. Я, конечно, использовала фотографии фотографа, профессиональные, в рисовании своих картин. Но я писала автору картин, автору фотографий и спрашивала разрешение, можно ли мне по ее картинам писать, ну, по ее фотографиям писать свои картины. Она мне разрешила. И я ее фамилию в своих видео называла, показывала сайт, с которого я эти фотографии брала. И, в общем, я и писала внизу. Я полностью в благодарности за то, что мне автор разрешил использовать ее фотографии. я ее вот так вот рекламировала. Даже я предлагала ей бесплатно картину за то, что она мне разрешила по ее фотографиям делать. Я много картин рисую по ее фотографиям. Мне они очень нравятся. Я их обсуждаю. Я свет в этих картинах обсуждаю. Ну, в общем, много. Это натюрморты. Я по ее картинам, в общем, по фотографиям много рисую. Ну, вы знаете, она даже вот так вот, что знаете, как бы не стала оплату брать с меня. Поэтому не все корыстные. Не все. Но достучаться до каждого не получается. Поэтому будем аккуратно с этим делом. Не будем говорить, по каким мы урокам занимаемся. Мы это будем для личных целей заниматься. Может быть, это и правильно. Может быть, эти уроки мы с хорошей точки зрения хотим об этом рассказать. Вот, например, как я, я бы рассказала о любом уроке, по которому я занимаюсь. Я бы рассказала свои впечатления. И я думаю, чтобы автор даже выиграл этих уроков. Понимаете? Поэтому если вы будете рассказывать о моих уроках, что вы занимаетесь и рассказывать свои впечатления, мне будет интересно на это посмотреть. Есть блогеры, которые, молодые люди, которые начали заниматься, они и снимают видео по моему методу, как бы сверху руки показывают. Я же вижу, когда меняется метод съемки. И также они мои картины рисуют. У них размещены на их канале уроки по моим картинам. Они, например, используют гуашь. Нарисованы картины только гуашью. И они даже есть у них уже выставки с этими картинами. И это нормально. Я не считаю, что это плохо, потому что здесь выставлены уроки. Занимайтесь. Снимайте свои видео и свои картины рисуйте. Ставьте свои подписи и выставляйте все это на своих выставках. У меня это возможно. Естественно, нельзя брать ни мои видео, ни подделывать мою подпись. Это нельзя. Вот такое интересное видео на сегодня. С вами прощаюсь. Жду ваших комментариев по поводу авторских прав. Может быть, я что-то упускаю, и вы мне на это укажете, чтобы мы нигде не ошиблись и никому не навредили нечаянно. Счастливо! Счастливо! Счастливо!